Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Разнорабочий в Кубе. И сегодня, если вы как успели заметить, перед вами наш Белка. Да, тот самый знаменитый советский мечта мальчишек. Именно советское издание. Не современная брутарика, которая сейчас на рынке пихает свои ножи. Которые, кстати, тоже очень достаточно хорошо пользуются спросом. Значит, этот нож полюбился среди мальчишек. Не только среди мальчишек, так как имелась фиксация под углом 90 градусов, что позволяло играть в игру ножички. Значит, данный нож был популярен и распространен среди рыбаков, среди туристов, промысловиков. Данный нож разготавливался, я так понял, в 70-е годы. Но этот достаточно хорошо сохранился. То есть, как бы, даже ржавчины по минимуму. Значит, масса данного ножа примерно 84 грамма. Длина клинка 88 миллиметров. Значит, толщина клинка в обухе 1,7 миллиметра. Значит, цвет плашек с одной и с другой стороны коричневый. Значит, в советское время данный ножик стоил 1 рубль 60 копеек. Видел, на некоторых белках было ценовое клеймо, но вот здесь, по-моему, оно нигде не сохранилось. Видим, конечно, что пластик подтёртый. Здесь местами он даже уже отходит или отошёл. Хотя нет. Это, наверное, по идее, так и должно быть. Конечно, он был более ужавчине. Немножко я его чистил. Конечно, в наше время таким ножом сильно никого не удивишь. потому что взять линейку опинелей, взять линейку ещё какую-нибудь известных ножей, конечно, там будет на порядок красивше всё и более как потребительские характеристики замкнёт за пояс, да, можно сказать. Но по мне так это самый лучший нож. Первый он советский, он сделан с душой. Эта белочка одна, чего стоит. Вот эти завихрения хвоста. у себя в городе данный нож я нашёл с чёрными рукоятками, то есть, чёрными плашками рукоятки за полторы тысячи рублей. Ну, там состояние очень-очень хорошее, даже, может, слегка получше, чем состояние вот этого ножа. Также на барахолке видел. Знатаки пишут, что он там может стоить от 100 до 500 рублей. 100-500 рублей, это, наверное, такое сверхугашенное состояние. Потому что в хорошем состоянии он стоит ну, две тысячи и выше. Ну, не знаю, наверное, ещё варьируется от города. может, кто-то и дешевле отдаёт. Что, друзья, вот такой ножичек, может, кого-то на ностальгию где-то пробьёт это воспоминание, потому что сейчас люди и сейчас гоняются за данными ножами в коллекцию, не в коллекцию для использования. Ну, по мне, это вообще потрясающий нож. Моё мнение. то есть он как бы и удобен. В руке отлично так лежит. И вот этот дизайн это просто ну, просто выше всяких похвал. Всё, всем пока. Рассказывайте свои интересные истории с белкой. Кстати, говорят, что он на самом деле не белка называется, а как-то по-другому. Кто что знает, напишите, расскажите всем. по-другому.